Севастополь 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 Как считаете, насколько важно приходить на выборы и голосовать? Важно, потому что другой нет у нас альтернативы Чисто для того, чтобы потом не жалеть о том, что сделал или не сделал Это и важно, наверное Спасибо большое Скажите, пожалуйста, у вас тут немного от игры Вы свой гражданский долг сегодня исполнили? Все консультации плавно Вместе с внуками Нормально Все прошло, как и планировалось Спасибо Настояние хорошее Спасибо большое Спросите, кого он голосовал Это очень важно Девушка, девушка На одну секунду Я же хотел тоже сказать Добрый день, здравствуйте Скажите, вы на выборах сегодня голосовали? Нет, не голосовала Собираетесь ли пройти и исполнить свой гражданский долг? Скорее всего, что нет Спасибо большое Скажите, а вы посещали избирательные участки? Нет, не посещали Планируете ли? Нет А почему такие настроения? Ну, потому что я не местная И знать не знаю, что тут как Спасибо большое Спасибо Скажите, пожалуйста, вы посещали выборы? Нет, не посещала Я не собираюсь туда идти Потому что мне бы хотелось голосовать за партию коммунистов Но я точно знаю, что победит овсяников Единая Россия Спасибо большое Дмитрий В общем-то, вот такие вот настроения Царят сегодня в городе Напоминаю, с горосбиркома у нас Еще одно включение будет в 16 часов Свежую новость и свежие статистики Встретимся позже Спасибо, Юлия Напоминаю, на прямой связи со студией была наш корреспондент Юлия Ефремова Мы продолжаем выпуск В единый день голосования в Севастополе открылось более 180 избирательных участков Проявить свою гражданскую позицию пришли и курсанты Высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова Сегодня в течение всего дня они голосуют на избирательном участке по улице Гайдара С раннего утра на избирательном участке номер 80, который располагается на территории дошкольного учебного учреждения, буквально не потолкнулся Сюда пришли голосовать курсанты Высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова Более 900 человек пришло отдать свой голос за будущее Севастополя Всего же в выборах участвует более 2000 курсантов Высшего военно-морского училища Курсанты училища имени Нахимова осознают важность решений, которые они принимают 10 сентября Для многих из них эти выборы первые в жизни, поэтому к ним подходят со всей ответственностью Это волнующий для меня момент, так как я, как и все, переживаю очень за город Севастополь, за его будущее и обеспокоен о его прошлом Сам пришел голосовать, было мое желание и стремился я это сделать, потому что переживаю Наше училище является неотъемлемой частью города Севастополя и мы обязательно должны были принять участие в этом голосовании, поэтому все пришли, все поучаствовали, отдали свой голос за своих кандидатов, конечно, каждый И считаем, что это обязанность каждого нашего жителя города участвовать в таких голосованиях Из числа курсантов училища имени Нахимова около половины родились в Севастополе Они непосредственно заинтересованы в судьбе нашего города Ну и те ребята, кто учится, 5 лет жизни, отданной Севастополю, они зря не проходят Они тоже считают этот город своим, поэтому с удушевлением, энтузиазмом сегодня принимают участие в первых выборах губернатора города Севастополя Это наше будущее, молодежь, и как они думают, как они проводят это в жизни, что они остаются в стороне от политической жизни, и они стараются улучшить будущее нашей жизни Несмотря на плотный учебный график, будущие штурманы, инженеры связи и корабельные механики следили за политическими дебатами и, как уверяют, сделали взвешенный выбор Выборы сегодня проходят почти по всей стране, в 82 из 85 регионов В Севастополе за будущего губернатора голосуют впервые за 234 года На избирательные участки горожане нередко приходят всей семьей О том, как выборы проходят в Нахимовском районе, в репортаже Вероники Андреевой В школе номер 19 на улице Истомина сразу два избирательных участка, 153 и 154 Чтобы отдать свой голос, согласно спискам избирателей, сюда могут прийти более 4000 севастопольцев Ориентироваться, на какой именно участок надо идти, помогают волонтеры В безопасность обеспечивают сотрудники полиции и МЧС С самого утра люди приходят, чтобы сделать исторический выбор Отдать свой голос за будущего руководителя города Я всегда хожу на выборы, кстати сказать И в данном случае пришла, выразила свою гражданскую позицию Кого я хочу видеть? Человека, который будет руководить нашим городом Я это давно выбрала, вот сейчас этот выбор подтвердила Проголосовал, а как же, за губернатора надо голосовать? Надо Кто будет власть здесь устанавливать? Губернатор Вот я за него и проголосовал Долг, вон, муж мой сказал, иди голосуй Целой семьей? Целой семьей, да, муж, я, дочка и сын Вместе с дочкой и внуком проголосовать пришла и председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева Мне кажется, что это очень важный выбор для каждого из нас Я надеюсь, что подавляющее большинство тех, кто может проголосовать, придут на участки и сделают свой выбор И очень надеюсь на то, что тот, кто будет избран, будет верен традициям Севастополя И будет делать все для того, чтобы наш город был процветающим Кроме тех, кто голосует на избирательном участке, свой выбор могут сделать и маломобильные граждане на дому Специально для них были закуплены переносные урны У нас два члена избирательной комиссии, которые ходили по нашим людям, которые не могут, обошли всех И таких у нас еще 18 Мы смотрим за правильностью проведения самих выборов, чтобы не было провокационных ситуаций Соответственно, наблюдаем за происходящим, чтобы не было нарушений Мы молодежь Севастополя, нам, как сказать, не все равно на будущее нашего города И, соответственно, мы просто хотим помочь провести эти выборы, как полагается Ведь это историческое событие, впервые выбирается губернатор города Севастополя И, соответственно, это наш долг Подсчет голосов начнется после восьми вечера Результаты участковой избирательной комиссии передадут в территориальные А итоги выборов представит городской избирком Для комфортного и безопасного голосования все избирательные участки привели в соответствие с российскими нормами Оснастили всем необходимым оборудованием Для маломобильных избирателей закупили специальные переносные урны для голосования Все для того, чтобы голос каждого севастопольца был учтен Как город готовился к историческому событию в следующем сюжете К первым выборам губернатора Севастополя подготовили больше 180 избирательных участков Два из них находятся в море, на кораблях Черноморского флота, который сейчас выполняет боевые задачи Остальные участки расположены во всех микрорайонах Севастополя и пригородной зоне 10 сентября здание шахматного клуба становится одним из избирательных участков Здесь установили кабинки для голосования и ящики для бюллетеней Завезли металлодетектор На участке весь день будут дежурить правоохранители, медперсонал и волонтеры Для голосования все готово Мы получили уже списки избирателей, с которыми активно работаем До второго числа мы разнесли уже пригласительные информационные листовки по адресам Также мы получили списки маломобильных граждан, которых мы будем посещать на домах И брать у них заявление для голосования вне дома Накануне выборов в избирком поступили бюллетени Севастопольская типография передала избирательной комиссии 307 тысяч листов для голосования Их распределили по участкам Типография, которая уполномочена распоряжением правительства Российской Федерации Как единый поставщик по оказанию услуг Печатание полиграфии, выбранной документации И тех информационных материалов, которые размещаются внутри помещения для голосования Бюллетени изготовлены согласно требованиям закона На документе есть информация о порядке его заполнения и три степени защиты Бюллетени печатаются со степенями защиты Такими, как микрошрифт, который используется на лицевой стороне Тангерная сетка определенного цвета и определенной формы А также они печатаются на определенной бумаге Которая имеет свою фактуру, плотность, белизну и прочее И, соответственно, типографский шрифт В избирательной комиссии призвали севастопольцев перед голосованием Внимательно проверить бюллетень на наличие реквизитов Необходимо убедиться в том, что такого рода реквизиты А именно подписи двух членов участковой избирательной комиссии И печати участковой избирательной комиссии соответствующего избирательного участка Проставлены в правом верхнем углу То избирательный бюллетень, в котором любой знак или знаки поставлены Более чем в одном квадрате Либо не проставлены ни в одном из них Считается недействительным Специально к выборам избирательная комиссия подготовила подарки Для тех, кто 10 сентября впервые примет участие в голосовании Севастопольцам, которым недавно исполнилось 18 лет На участках презентуют памятные сувениры Ручки, блокноты и коробку конфет Анна Леготина, Александр Тимофеев, Юлия Ефремова, Юлия Баузькова Информационный канал Севастополя Сейчас еще одно прямое включение из общественного медиа-центра Выборы Севастополя 2017 Добрый день, уважаемые коллеги Я являюсь заместителем командующего Черноморского флота По работе с личным составом И являюсь руководителем рабочей группы управления Черноморского флота По организационно-техническому обеспечению выборов на Черноморском флоте Такие рабочие группы созданы в каждом соединении воинской части Черноморского флота В соответствии с директивой министра обороны И указаниями командующего войсками Южного военного округа и Черноморским флотом Основная задача рабочих групп на протяжении нескольких месяцев Было тесное взаимодействие с городской избирательной комиссией С избирательными комиссиями территориальными, участковыми Для того, чтобы обеспечить право участия в выборах всех наших подчиненных военного электората К военному электорату относятся не только военнослужащие Черноморского флота Всех категорий имеется в виду военнослужащие по призыву, по контракту Но и гражданский персонал, который работает в воинских частях, организациях Черноморского флота Также наш военный электорат – это члены семей, достигшие избирательного права И зарегистрированные по адресам воинских частей На протяжении, как я уже сказал, нескольких месяцев мы готовились к этому историческому событию Я не побоюсь этого слова Когда в Севастополе всенародно избирается губернатор нашего города-героя Голосование сегодня началось организованно Наш электорат голосует практически на всех избирательных участках Севастополя Это, как я уже сказал, военнослужащие и гражданский персонал голосуют по месту жительства Те, которые имеют регистрацию по месту жительства Те, кто зарегистрирован в воинских частях, а также военнослужащие по призыву Им это право предоставлено законом о выборах губернатора города Севастополя Голосуют на избирательных участках, к которым прикреплены воинские части Черноморского флота в Севастополе По спискам избирателей, которые подавались в избирательные комиссии командирами воинских частей В соответствии со статьей 4 пункт 10 закона о выборах губернатора Право имеет каждый военнослужащий, который проходит службу Сразу хочу сказать, предваряя вопрос Может быть у кого-то такой вопрос появится Мне уже задавали такие вопросы Военнослужащие всегда являлись, являются и, надеюсь, будут являться наиболее законопослушными гражданами нашей страны На выборы мы никого не торопим Но в то же время голосование проходит организованно И по тем сведениям, которые поступают в рабочую группу Черноморского флота У нас есть сведения о том, что по состоянию на 14 часов Военный электорат проголосовал уже более 90% В этом году у нас, кроме открытых избирательных участков Это в традиционно, если можно так сказать, закрытые участки, где голосуют только военнослужащие Образованные в 1472-м военно-морском клиническом госпитале Где голосуют военнослужащие, гражданский персонал, а также граждане города Севастополя Находящиеся в этот день на излечении в госпитале Также на двух кораблях у нас были образованы избирательные участки Созданы заблаговременно в соответствии с законом избирательной комиссии На тех кораблях, которые находятся в море, в дальней зоне Выполняют поставленные им задачи Значит, по докладам от председателя избирательных комиссий Голосование на этих двух кораблях прошло Практически 100% избирателей приняли участие в голосовании Надеюсь, что мы никого не лишим этого права Из нашего военного электората, как я уже говорил Всем предоставим возможность проголосовать, принять участие в выборах В том числе и тех, которые находятся в суточном наряде Несут службу в караулах Организована подмена людей, замена своевременная Для того, чтобы в период с 8 до 20 часов каждый мог проголосовать Спасибо большое Александр Владимирович Питальмановский Добрый день, уважаемые жители Управление Министерства внутренних дел России по городу Севастополь Организовало достаточно сил и средств для обеспечения охраны общественного порядка И безопасности граждан в период проведения дня голосования По состоянию на 15.00 грубых нарушений охраны общественного порядка не допущено Информации о том, что законодательно избирательное нарушение нет Спасибо Спасибо, добрый день, уважаемые товарищи В училище также заблаговременно проходила подготовка к данной избирательной кампании Был развернут уголок избирателя Мы совместно с архивом развернули их выставку Чтобы дать возможность курсантам заблаговременно познакомиться с историей выборов в Севастополе Ну и сегодня, начиная с 8 утра, на основном нашем избирательном участке, где приписано училище Это участок номер 80, развернутый на базе детского садика номер 93 Гагаринского района Приступили к выборам Вот по состоянию на 15.00 часов 95% всех избирателей Всем избирателям была предоставлена возможность и они реализовали свое право Особенностью явилось еще то, что многие, это более 200 молодых людей Сегодня впервые реализовали свое право Им было предоставлено возможность законодательно принять участие в выборах Одному из курсантов именно сегодня исполнилось 18 лет Но я думаю, на информационных каналах эти репортажи уже вышли Надеюсь, что мы и уверены в том, что такая возможность будет предоставлена всем В том числе и тем, кто находится сейчас на дежурстве, в наряде Спасибо Спасибо Владимир Васильевич Скажу, что предвыборная кампания, которая проводилась в нашем городе Активное участие принимала наша ветеранская организация города Прекрасно знаете, что город Чевастополь об этом характерен Потому что очень большое количество жителей, избирателей Являются ветераны и труда, и вооруженных сил, и других органов нашего города Скажу, что перед этим мы провели, например, нашим ветеранская организация Черноморского флота Дважды проводили мероприятие, посвященное именно подготовке выбора губернатора Акцент делался на том, что губернатор в этом году впервые в жизни, впервые в Севастополе выбирается прямым голосованием И этот акцент особенно был подчеркнут и повлиял на участие ветеранов Если говорить, что сейчас я был в двух избирательных участках, в 7-й гимназии, в 22-й школе Конечно, самое активное проявление в этом вопросе является ветераны Войны, вооруженных сил, труда и так далее И все на участках говорили, что если бы молодежь приходила на избирательные участки, как приходят ветераны Было бы более выгодно, были бы удачные наши выборы Я напоминаю, это было прямое включение из медиа-центра выборы Севастополя 2017 А у нас на этом пока все Следите за развитием событий вместе с нами Телефон редакции 54-51-12 Прямая трансляция дня выборов на нашем сайте xtv.ru В студии работал Дмитрий Дудко Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok